Ваше Преосвященство, уважаемые отцы, братья, сестры, матушка Игумения, добрый вечер. Владыка, благословите сегодня вновь пообщаться нам всем о отцеяне Кронштадтском. И я бы прежде чем начать, хотел еще продемонстрировать две книги. В прошлый раз мы беседовали по книге, которая называется «Иерею Божию». Я ее показывал. А еще есть, ну лично у меня, но я думаю, может быть, еще будут такие книги. Можно найти их будет. Практически наставление пастырем. И книга, о которой мы говорили, когда житие изучали «Учащим и учащимся». То есть книга, которая собрана из цитата Цаяна именно о воспитании детей, о образовании. Здесь есть некоторые проповеди его, которые он обращал к аудитории педагогической. И даже есть такой раздел, как правильно организовать работу воскресных школ. И довольно-таки интересная книга. Ну, я думаю, кто заинтересуется, отдельно ее потом изучит. Сегодня позвольте говорить о учении Отца Иоанна об общественной молитве, взаимоотношениях с настоятелем и с собратьями по храму. И коснемся некоторых практических советов Отца Иоанна, священников. И вот первая цитата, которая, на мой взгляд, сразу заставляет задаться вопросом, звучит так. Отец Иоанн пишет. «Говорят, легко священнику служить». Ну вот, честно, я думал, вспоминал, вот лично в моей пастырской практике молодого священника, еще мало лет находящегося в Сане, но не было таких людей, которые бы сказали «легко служить» или сказали бы «легко молиться». Вот я таких, честно, не встречал. Были люди, которые говорили, что им легко поститься. Но, как правило, образ жизни людей такой, что они вообще даже и в скоромное время очень мало едят или вкушают пищу легкую, даже приближаются к вегетарианству. Но я ни разу не встречал, чтобы сказали, что легко служить или молиться. Но почему Отец Иоанн об этом говорит? Потому что он дальше рассуждает. «Легко болтать, а не молиться, и не служить». А почему сложно? Потому что очень сложно нам привести в гармонию уста, мысль, сердце и волю. То есть Отец Иоанн говорит о том, что это необходимо сделать для того, чтобы совершать богослужение, для того, чтобы предстоять на молитве. Но это очень сложно сделать. И наши душевные силы, Отец Иоанн, это как бы уже из разряда нравственного благословия повествует, наши душевные силы тоже находятся в состоянии разрозненном. Это искушение, это состояние он в большей степени определяет как данность. И надо стараться преодолеть это состояние, чтобы молиться умом, сердцем, волею и чувствами Бога. Интересно, мне понравилось, как Отец Иоанн говорит, что надо размышляющей сердцем всегда молиться, с чувством, а самое главное, с любовью к тем, за кого молишься. То есть получается, если мы, допустим, в алтаре за богослужением поминаем о бедне, мы там молимся за огромное количество людей, нам совсем незнакомых, только их имена. И поэтому здесь Отец Иоанн, на мой взгляд, он говорит не о частных людях, а вообще о человечестве, о создании Божьем, о чадах Божьих. То есть ты должен искренне их полюбить, любить за тех, за кого ты молишься. И самое интересное, он пишет, желанием им искренних благ от Бога. Когда ты молишься о людях, ты должен им от Бога желать искренних благ. Также мысль касательно молитвы очень интересная, на мой взгляд, следующая. Каждое слово молитвы есть и должно быть делом. И Отец Иоанн поясняет, что по отношению к нам, оно должно быть делом в каком смысле? Мы должны исполнять то, что говорим. Или стремиться к исполнению того, что говорим на молитве. И более того, должны быть такими, какими желаем быть по словам молитвы. Интересно, Отец Иоанн продолжает, что молитва, это, ну не одна молитва, а все молитвы, которые мы возносим, это живописное изображение греховности и бедности нашей. Молитва – это фотография нашей растленной грехами природы. И вопль ее о помиловании и помощи. То есть, ну лично я, вот именно с этой точки зрения, молитву никогда не рассматривал. Для меня это было некое откровение, что-то новое. Хотя, ну как бы мне показалось, что мысль действительно очень глубокая и соответствует православному учению. Потому что о молитве не только Отец Иоанн рассуждал. У нас есть огромное количество святоотеческих трудов, посвященных именно молитве. Ну вот такое представление о молитве дает Отец Иоанн Кронштадтский. Далее, рассуждая о служении, о богослужении, о молитве, он говорит, какую отличную выправку имеет человек и хранит ее перед людьми, которых уважает, перед которыми кажется сам себе очень маленьким. Как он себя держит, как он себя ведет, помышляет о всех своих словах, о манере речи, о тембре голоса. И это он все к чему сводит. «А каким же образом ты должен предстоять перед сущим, то есть перед Богом?» И эта мысль, в принципе, известная всем, но Отец Иоанн указывает на то, что надо постоянно иметь эту мысль при себе, то есть никогда об этом не забывать. И указывает еще на то, что получается некое лицемерие. Если мы перед людьми, сановными или известными, будем иметь выправку очень осальнистую, такую твердую, а перед Богом будем находиться в расслабленном и легком состоянии. Потом Отец Иоанн повествует, конечно же, о молитве в алтаре, ну в храме и в алтаре. Ну и, естественно, он говорит, что храм, а особенно алтарь, есть земное небо. И вот интересная мысль, которая заставляет задуматься, «но», как пишет Отец Иоанн, «как вне храма, так особенно в храме сатана, это злейший враг Бога и человеков, зная наши слабости и пристрастия, через слабости и пристрастия особенно воюет на нас в храме во время богослужения». То есть здесь надо каждому священнику и мирянину, который приходит на богослужение, осознавать, что в этот момент враг не дремлет, не оставляет. Он, как пишет Отец Иоанн Кроштадский, особенно начинает воевать во время богослужения. Вообще, надо сказать, что Отец Иоанн очень много посвятил размышлениям о искушениях во время божественных служб. Или свои примеры приводил и вообще говорил о том, как часто бывает, что священник отвлекается или что-то начинает вспоминать. И вот это подтверждение того, что сатана не дремлет. Очень часто всевает мысли лукавый именно за богослужением, чтобы отвлекся человек, священник, от молитвы. Интересно, Отец Иоанн также про молитву рассуждает о том, что во время общественной молитвы все сердце твое добудет в Боге и ни к чему земному да не прилепляется. Но более интересно, он говорит, надо иметь пламенную любовь к человеческим душам ради любви Божьей. То есть Отец Иоанн говорит, что это не сама цель – любить человеческие души. А ради любви Божьей надо всем сердцем любить и человеческую душу. И вот интересная мысль – молиться надо о людях, о их душах, так, как будто они находятся в великой беде. Ну, то есть мысль здесь состоит в том, что мы все находимся в грехах, в страстях, души человеческие, они потеряли свой первообраз, они очень сильно изменяются от греха, и они действительно находятся в беде. То есть Отец Иоанн, он не просто как пример приводит. Вот ты представь, что вот они в беде, а вот действительно они находятся в страшной беде, они порабощены греху, они окутаны страстями, и молиться надо именно так, что они в страшной находятся беде. Интересно, еще Отец Иоанн пишет о том, как надо поступать. То есть надо говорить, вот то, что мы сейчас говорили о молитве, надо стараться жить, как мы молимся, да, по тому, что мы просим. И вот Отец Иоанн еще раз повторяет, надо говорить и творить. Нельзя слово оставить без подтверждения делом, потому что человек – образ троицы. Слово и дело – это одно. То есть слова не должны расходиться с делом. Особенно это касается по мысли Отец Иоанна, священнослужителей, которым дан дар проповедничества и право учить в церкви, заниматься законноучительством. И также Отец Иоанн эту мысль развивает следующим образом. Разум, сердце, воля должны быть нераздучны. Задумал, пожелал, сделал. Но здесь очень важная оговорка – только в добром отношении. В худом, Отец Иоанн говорит, не надо и думать о худом, и желать худого, чтобы от худых мыслей и желаний не дойти до худых дел. То есть такая четкая последовательность, о которой он говорит. Разум, сердце и воля – они неразлучны. Задумал, пожелал, сделал. И опять же о молитве Отец Иоанн говорит. Когда молишься, приведи в единство разум, сердце и волю. А у нас как бывает большей частью? Язык говорит – разум не разумеет. Сердце не сочувствует. Почему? Потому что другому чему-либо сочувствует. Занято иным. А в воле нет твердой решимости или никакой решимости исполнять то, к чему обязывает молитва. То есть это такой, своего рода, ну, замкнутый круг, что ли. Разорвать его должен человек усилием воли при помощи Божьей, осознавая, как должна развиваться его духовная жизнь. Далее Отец Иоанн пишет, что во время богослужения и совершения таинств, если требуется, на народ Божий надо глядеть прямо, открыто, неуклонно, не потупляя глаз в землю, как подобает рабу Божию и слуге Христову. Честно сказать, я эту цитату выбрал потому, что она меня немного удивила. Ну, в связи с чем вот такое поучение? Неужели есть кто-то, кто говорит проповедь? Ну, возможно, есть люди, которые прячут глаза. Может быть, это не потому, что они там смущаются или стеряются. Может быть, от того, что это такая манера, какое-то внутреннее делание, что человек опускает глаза, чтобы не прельщаться ничем. Я не знаю. Ну, в общем, Отец Иоанн почему-то учит, что глядеть на народ надо прямо, открыто, неуклонно, не потупляя глаз. Я думаю, может быть, когда сейчас беседа закончится, мой монолог, можно будет, Владыка, ваше мнение и прочих участников конференции по этому поводу услышать. Я лично осознать не смог, почему так. Дальше Отец Иоанн пишет, опять же, это поучение о молитве. Надо с таким вниманием читать молитвы, так углубляться в них, чтобы не развлекаться ничем посторонним. И здесь он поясняет, даже кашлем, фырканьем, харканьем и прочим не раздражаться ничем подобным. То есть даже естественные проявления человеческого организма, он говорит, что это то, что для молитвы неуместно. Что надо молиться настолько внимательно, чтобы тебя ничто не отвлекало, даже естественные твои проявления. Хотя бывает в этом отношении, конечно, искушение, и все мы понимаем. Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою каким-либо хулами и мерзостями, не унывай. Но скажи с твердостью в своем, в сердце для очищения этих и подобных мерзостей, что Господь Иисус Христос пришел на землю. В этих и подобных немощах Духа пришел многомилостивый, чтобы помочь нам. То есть он поясняет спаситель именно для того, чтобы спасать. Унывать не надо, ибо Господь пришел, как сам в Евангелии Господь сказал, я пришел не для праведных, но для грешных. И нуждаются в исцелении больные, а не здоровые. И вот отец Иоанн особо это отмечает, что если враг запинает твою душу, то унывать от них не надо. Вспоминай о том, что спаситель пришел для тебя, для того, чтобы тебя исцелить. Отдельно хочется отметить, как отец Иоанн говорил о поспешности. То есть мы на прошлой беседе об этом говорили, что практически все священнику надо делать, не торопясь. Ну, за исключением тех дел, которые требуют того, чтобы ты совершал их быстро. Отец Иоанн говорит, опять же, об облачении священническом, что оно для того, чтобы не спешил никогда священник, чтобы он был размеренным. И вот в молитве и в делах он говорит, не надо спешить. Нас часто к поспешности принуждает дьявол, чтобы не дать нам времени размышлять о словах и делах, чтобы мы говорили и делали только по привычке или по увлечению страстями. Ну, то есть это такие вот его рассуждения, они очень близки к нравственному богословию. И, как я понимаю, это все мы можем находить и у Авы Торофея, и в лестнице. То есть это мысли не новые, но отец Иоанн, поскольку он во многом говорил все это и для себя в том числе, он старался их возгревать и поддерживать в своей памяти. И вот интересная мысль. Если ты хочешь, чтобы небесные силы, притеча Господень, и все святые внимали твоей молитве, пастись. То есть один простой совет. Если хочешь, то просто постоянно, как положено, когда указано на церкви, соблюдай пост. Ну, мы знаем, мы в прошлый раз об этом говорили, что сам отец Иоанн жил в строгом воздержании, и он рекомендовал это воздержание всем как норму жизни. Это часто у нас так бывает, что человек старается в пост, Господь дает силы, но потом пост заканчивает, и человек воспринимает это как окончание воздержания. Воздержание, оно должно быть всегда в жизни христианина по мысли святых отцов, и в частности, отец Иоанн об этом говорит. И поэтому уподобляться надо святым, как он говорит, по святости житья, и они всегда будут благопослушны тебе. Далее хочется отметить, что отец Иоанн говорил о отношении с паствой. И во многом обличал лицеприятие, когда священнослужили определенным образом явно более благорасположены тем, кто имеет какую-то власть или деньги. И поэтому он получает так. Не будь лицеприятен во время обедни, не высылай просфорки только знатным да богатым. Но, вероятнее всего, в его время это была, может быть, не практика, но примеры такие он в своей жизни видел и понимал, что это уже как бы отчасти лицемерие, с одной стороны, с другой стороны, это пренебрежение более нищей братьей или менее знатной. А в его учении, сквозную нитью проходит учение о том, что важна человеческая душа. Самая главная забота пастыря о человеческой душе. Также интересно, он пишет о молитве, но не о всякой молитве, а о молитве Божией Матери. Он говорит, люби молиться, то есть служить молебной владычице в церкви и в домах. Интересная формулировка. То есть он не говорит, люби молиться Богородице, а люби просто молиться, то есть служить молебной владычице. Ну и интересно, он говорит, что она прекрасный, бдительный, всеблагомощный помощник, благие пастыри людям Господним дал такую предстательницу, и дома надо любить молиться ей. То есть отец Иоанн, он еще раз подчеркивает особо важное значение домашней молитвы. И сугубо призывает молиться Царице Небесной. Кроме того, я для себя отметил, что отец Иоанн пишет, при совершении служб, таинств, молитвословий или при преподавании закона Божия, при произношении проповедей надо быть дерзновенным, смелым, веселонравным, светлозрачным, а упадок и мрачность духа считать мечтанием бесовским и никак ему не поддаваться. Ну то есть вот он перечислил, получается, совершение таинств, служб, молитвословий, преподавание закона Божия, проповедничество. Ну то есть весь образ священнического делания надо проходить именно так, дерзновенно, смело, веселонравно и светлозрачно. Ну, опять же, вероятнее всего, это очень высокий идеал, к которому надо стремиться. Потому что бывает уныние, бывают смущения, бывает усталость естества, а совершая богослужение, надо все это уметь отринуть, и это действительно очень непросто. Здесь дальше он рассуждает в этой книге о отношениях между братьями-сапастырями. Мы, священники одного храма, должны быть одно по взаимной любви, так как Бог Троица, которому мы предстоим во время литургии и которому вообще служим. И другие верные, видя нашу любовь, возлюбят друг друга. Но я думаю, что здесь можно эту мысль рассматривать и шире. То есть отец, он говорит о священниках одного храма, но если говорить в пределах, скажем, нашей ехстерской епархии, епархия небольшая, и мы все друг друга знаем и очень часто друг с другом встречаемся, особенно в последнее время вот на конференциях Zoom. И действительно очень важно, чтобы было единомыслие во взаимной любви друг к другу. Потому что здесь очень много, вот в этом разделе отец Иоанн посвятил тому, какие бывают жуткие искушения между собратьями-священниками и как враг эту вражду сеет умело и постоянно. Вот один из таковых примеров отец Иоанн пишет. С охотой надо заменять брата, когда он попросит нас о том, или в случае болезни, или потому что к нему прибыли дорогие гости, или даже отец Иоанн говорит, потому что ему надо отлучиться по делу или для получения какой-то выгоды. Но это часто бывает, когда один просит другого заменить на богослужении или на совершении треп, таинств. И действительно, я на своем опыте знаю, что иногда бывает искушение отказать без причины. Или ты согласился, начинаешь раздражаться потом, у тебя были свои планы, но человек, он привел в себе в оправдание какой-то очень веский довод, ты соглашаешься, и потом начинаешь роптать. И, например, крещение. И ты вот 50 минут крестишь, а все думаешь об этом, и в сердце твоем злоба. Ну, то есть, это такие искушения очень серьезные. А отец Иоанн прям отдельно об этом пишет, что с охотой надо заменять брата. И его тяготу, как говорит Господь, друг друга тяготы носите, надо воспринимать как свою собственную. То есть, это не ему надо нести, а мне надо нести его тяготу. Это один такой из примеров про искушение. Дальше отец Иоанн пишет, ко всем будь ласков от сердца, ко всякому бедному, нищему, убогому, и последнее мне понравилось, и подчиненному. Он поставил в один разряд подчиненных, с бедными, нищими и убогими. Это все из раздела о отношениях между братьями-священниками. К низшим и подчиненным будь снисходителен при их погрешностях. Если видишь в них осознание своей вины и начало исправления. Ты должен делать это потому, что должен иметь память, что мы часто, люди немощные, согрешаем по увлечению, не размыслив о последствиях. И вот тут интересный такой, ну, наверное, вот в наши дни это воспринимается выражение, как уже жаргон. Не ломайся перед подчиненным. Когда видишь, что они осознают свою вину и ищут примирения и прощения, тогда и Господь будет к тебе милостив. Ну, то есть, это здесь вопрос состоит в том, что необязательно думать, что это настоятель храма или архиерей. Очень часто бывает, что просто священник к своим духовным чадам или к своим посолам начинает вести себя, как к своим подчиненным и очень много погрешает в этом отношении. Вот рассуждения отца Иоанна, они применимы, на мой взгляд, и к таким отношениям пастырь и посомы. Отец Иоанн также пишет, когда подчиненный брату и в чем-либо оказал тебе непослушание, хотя раньше он и был послушным, то рассмотри тщательно свои поступки. Сохранил ли ты сам свою к нему любовь? Не оказал ли ты заочно вражды к нему, например, в горьких отзывах своих о нем или в упреках ему? Не осуждал ли ты его со злобой? Ну, и вот тут он говорит, кто вообще может быть виноват в таких отношениях? Только ты сам. Ты сам не умеешь взяться за дело. Ну, то есть, это вопросы самоукорения. Здесь это касается не только подчиненных, это, в принципе, отношения между людьми. Если, как, Владыка, вы в прошлый раз на прошлой беседе говорили, что человек гневается и думает, что его кто-то разгневал. Нет, ему просто Господь человека постал, через которого выявляется его духовное несовершенство. Он должен об этом задуматься. Пригрешившего в чем-либо подчиненного или неподчиненного надо исправлять духом кротости, пишет Отец Иоанн. Я вот лично свой пример хочу привести. Когда я учился в семинарии в Екатеринодарской, я начинал учиться там, меня со второго курса хотели отчислить. Но Владыка Митрополит, Царство Небесное, благословил перевестись. Без отчисления я уехал в Барнаульскую семинарию. Но когда я хотел остаться в Екатеринодарской, Владыка Митрополит очень кроткий человек. Родители приехали мои, мама плакала, просила прощения, что дурно воспитали меня, что я там систему нарушал, поведение Митрополит. Он, ну как мама говорила с папой, что он так прям сердцем растаял, и он готов был как-то уже по-другому. А были его помощники, в частности вот отец Игорь Алжебаев, который, ну довольно-таки обосновательно и жестко сказал, Владыка, нет, ваше решение нельзя, в общем, парня надо отправить. А через много лет уже, когда вот в Роговской была служба с Митрополитом, я должен был вести трапезу тогда, тосты предоставлять. И я хотел отцу Игорю предоставить. И я про него так хорошо отозвался, говорю, что вот Господь меня через него научил, смирил. И отец Игорь встал и говорит, вот видите, как он меня уязвил любовью. Я тогда эту фразу запомнил. То есть я этого не знал, я же не буду там говорить, вот отец Игорь, у меня обида была. Хотя действительно это было. Но он так встал и говорит, вот видите, уязвил меня любовью. Я помню, что Митрополит Исидор очень так по-доброму посмеялся, поулыбался. И вот отец сам пишет, что пригрешившего надо исправлять духом кротости, а дух кротости должен находиться в твоем сердце. Интересно, также он рассуждает вот о чем. Будь послушен начальнику или настоятелю без сомнения, горечи, прикословия и ропота, доброохотно покоряя волю свою, его воли во всем, что не противно Богу. Но это очень важная такая действительно поправка, потому что все надо все равно сообразовать с Евангелием. Кто бы перед тобой не стоял, и что бы он тебе не говорил, какой бы властью он не был облечен, если это идет в разрез с Евангелием, то, конечно, исполнять этого и прислушиваться к этому не то, что не стоит, а вообще нельзя категорически. И вот здесь отец там поясняет, почему надо так быть послушным начальнику и настоятелю. Потому что воля твоя, она растленная, она прислушная, своенравная и плотская. Ее надо уврачевать. Она хочет щеголять под предлогом благолепия богослужения, не заботясь об украшении внутреннем. То есть, если ты не будешь понуждать себя, если тебя не будут начальствующие смирять, то ты никогда не будешь заботиться о кротости, смирении, послушании, воздержании, посте, целомудрии и прочих добродетелях. И отец Иоанн в конце подчеркивает, надо быть ревностным о послушании, надо благоговеть перед этой добродетелью и в малом быть послушным, и не только в великом. Вот, например, вилять тебе стать прямо или на другом месте. Стань, и не надо ослушиваться. То есть, даже в мелочах он поясняет. Ну, такое, кстати, часто бывает. Это отец Илья Коряк, протеерей, бывший благочинный Ейска, он рассказывал, когда приезжал на службу к митрополиту Исидору, он говорит, я всегда любил становиться подальше. А потом отец Владимир, Царство Небесное, он выходит, смотрит и уже расставлял по ранжиру. А иной раз говорит, встанешь, куда тебя не просят, и тебя назад отправляют. Так, говорит, неудобно. Я к чему это? К тому, что очень часто бывает или в алтаре, или при встрече архиерея. Такие указания старший дает. Встаньте сюда, встаньте туда. И иногда бывают с братьей, ну, со священниками я не встречал, а вот с братьей там пономарствующими или подьяконствующими иногда бывали конфликты. Особенно, если алтарь маленький. То есть, это такой практический совет, который часто мы можем встретить, эти искушения в нашей повседневной жизни, но отец Иоанн придает им особое духовное значение. Через это проявляется послушание, даже в малом. Ну, и в конце хотелось бы сказать, что отец Иоанн Кронштадтский, он прошел такой жизненный путь, который очень по духу может быть близок каждому из нас. То есть, во-первых, человек был, ну, относительно наш современник. Во-вторых, это человек, который находился постоянно в социуме, среди людей, различных людей. Ибо иногда очень сложно бывает понять, например, человека, который всю свою жизнь находился в затворе. У него были свои искушения, и у него было свое общение с Богом. Оно совсем по-иному протекает, нежели в миру. И мы, когда в семинаре учились, нравственное богословие изучали по архимандриту Киприану Керну. И вот он там писал о мире. То есть, что такое мир? Для затворника мир — это уже выйти из своей затворнической кельи. А для монаха, который живет в общежительном монастыре, мир — это то, что заграды монастыря. То есть, понятия у всех разные. И вот отец Иоанн, поскольку был священником, как мы знаем, белого духовенства, он жил полностью, все его служение прошло в миру. И все советы, которые он дает, все его рассуждения, они находят реальное отражение в нашей повседневной священнической церковной жизни. Лично я хочу сказать, что получил большое удовольствие, изучая его, малую часть его трудов, и огромную пользу. Потому что многое потом в памяти всплывает, а еще лучше сказать, бывает, всплывает так, в самый нужный подходящий момент. И ты начинаешь находить его слова в своей жизни реальной. И хочется верить, что при помощи Божьей и по молитвам отца Яна ты в каких-то сложных, непростых или таких ситуациях, искушениях ты поступишь правильно. Что сможешь где-то себя предостеречь, уберечь, сохранить. Хочется в это верить. Владыка, благословите. На этом закончим. Продолжение следует...